И в протяге темы. Пока ранее спастигла злочинцу. До 10-ти годов турмы может отримать Жихар Калинковичев, который 2-ти годы отримал в напружении весь регион. 31-годовый мужчина периодично поведомлял обминирование разных установ, от правоохранных до эдукационных. Сейчас эта справа поступила со следующего дела Управления Комитета Державной Безпеки в прокуратуру. По словах прокурора Гомельской области Виктора Морозова, кожный раз информация, якую агучва у Калинковичанин, по водляминирование, оказывалася и лживой. Але на тое, каб ей обвергнуть, тратилися часы гроши. У личбах гэта каля 8 тысяч рублёв. Сродки, до речи, обвиновачены павинен будзе вернуть Державе. Кроме того, злочинца узломвау сайты и выкористовывау конфиденциальную информацию для отримания доходу. По материалах следствия, дейничал он не один. За свои махинации, манипуляции и компьютерный шпионаж, мужчина отримливал гроши у тымлику и от заказчиков таких злочинствов. Увы, некудобро обогатился. Усяхожихар Калинковича уздействнив каля двух десятков злочинных эпизодов. Поступило уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Калинковичи, который на протяжении двух лет сообщал в различные органы о минировании зданий и сооружений государственных органов, учреждений образования, в частности, обл. исполкома, вокзала в городе Минске, ряда школ в Гомельской области, областного суда. И на протяжении двух лет будоражил общественность, будоражил наших граждан лжезвонками. На этом, кстати, зарабатывал и деньги. Но благодаря усилиям оперативных служб УКГБ и УВД данное преступление раскрыто. Я хотел бы предостеречь минеров, так называемых, о том, что рано или поздно вам придется нести ответственность перед законом, рано или поздно ваши преступления станут явью, и вы предстанете перед судом. А в суде гособвинители будут требовать для вас самой жесткой меры наказания.